привет друзья с вами снова рима сегодня у нас очередное видео игры под названием space инженерс как вы поняли я уже начал потихонечку делать огромный корабль внизу у нас будет полностью тяжелая броня сверху тоже будем облипать облеплять его тяжелую броню но основная броня у нас конечно будет легкая самые уязвимые места я буду делать из тяжелой брони тут назревает вопрос римас как ты собираешься строить такой корабль с тяжелой броню как его можно будет разогнать возможно ли садится на планеты потому что там у нас гравитация работает физика здесь вполне нормально адекватно работает и не переживайте ребята все будет нормально я поставлю водородные движки это первое второе атмосферные на ставить не буду для атмосфер водородных мне кажется вполне нормально и очень-очень много бака наш корабль будет летать за счет водорода ну за счет льда лед будет перерабатываться кислород и водород честно я впервые такие большие к проекты делаю и если честно в режиме выживания довольно очень медленно все это дело происходит у нас и очень много ресурсов приходится копать 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 нифига себе метеорит только что мимо меня пролетел жест просто полнейшие я надеюсь наши пушки справиться со всеми метеоритами да они у нас справляется я здесь пушку поставил временную снизу ну ладно пока я строю у меня появилась небольшая идея потому что я не буду вам показывать ход строительства это вы представьте сколько часов надо его строить добывать строить делать добывать строить делать и мноем делать ресурсы да кстати у нас тут метеорит попал нифига себе вот это жесть надо его отремонтать ну-ка давайте же солнечные панели найдем и отремонтируем конечно я думаю здесь мы отсюда ничего не возьмем или возьмем я не возьмем потому что у нас тут стоит это сейчас быстренько отстыкует корабль бро давай вот в эту сторону хорошо спасибо так солнечные панели да нам надо солнечные панели делаем хорош вот все отремонтировали все прекрасно он включится прекрасно до последний метеорит попал в эту сторону короче сегодня у нас в серии будет тема по поводу поршней и роторов и роторов как некоторые говорят нет роторы они называются что это такое пошли он выдвигается в другую сторону то есть например если вы мы вот под вот он вот он поршень вот так вот он выглядит вот так вот если мы его сварим сейчас возьмем нужные ресурсы я вам покажу что такое поршень и каких ситуациях сеть сеть выйти нах нужно его использовать так поршни с получен ротор малый тоже берем так прекрасно так лучше роду прекрас вот поршень например да вот мы его поставили сейчас это лучше потому что тут у нас конвертная система будет работать сидя на корабле мы можем его выдвинуть например сейчас я вам скажу как это дело будет работать нажимаем g например поршень до поршень ну давайте вот так вот сюда его выдвинем я скорость выше и скорость ниже вот нажимаем клавишу 5 видео он выдвигается то смог может в принципе поставить свои буровые установки на поршню до его выдвигать потом раз выдвинул покопал потом обратно затянул и все вот так вот это дело работает поршень то есть вы можете поршень поставить в качестве лифта я не знаю можете поставить там двери чтобы закрывали открывали либо еще какие-то сложные механизмы короче тут у вас нет ограничений по поводу этого дела это первое пожалуй на его оставлю я знаете еще хочу чуть-чуть где поршень поставить я хочу поставить вот 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 по бокам зачем я это делаю вам сейчас объясню то с моим подключили конвертной системе например если нам надо будет левую и правую сторону это вполне адекватно мы можем с этим справиться да давайте вот этого дела были уберем чтобы он нам не мешал хотя не как то что она будет нам мешать ну ладно так или иначе мы сейчас поставим еще один поршень сюда вот так вот то есть зашел в астероид и эти и эти шняг выдвигаются да и на поршень мы можем поставить буры дорогие друзья буры маленькие вот сюда вот можно поставить только он не ставится так как ему мешают вот эти учняги как я в принципе предполагал так брат я вас пилил ладно хорошо пардон у нас небольшие технические неполадки сейчас быстренько вот это вот уберу тоже так поршень ставим вот в эту сторону хорош мы можем убрать вот эту конвертную трубу она нам не нужна давайте вот эту уберем придется да немного переделать все да придется конечно много чего переделать лапу пусть будет так собственно говоря мы можем сюда бур поставить буру наставиться так пресс вот это тоже убрать ну примерно так хотя смотрите давайте уберем это дело тоже я сейчас сделаю другое чуть-чуть смотрите сейчас мы джи нажмем конвейер малые конверные трубки поставим сюда и можем вот такую трубу давайте вот такую ставим чтобы она как говорится на конвертную трубку можем уже пошлим поставить я сделать для того чтобы она чуть-чуть выдвинулся влево либо вправо так ну влево от нас да получается здесь тоже также по той же схеме срубиваем спиливаем так и нам походу вот эту тоже нас пилить чтобы не мешались ребятю ли нам и вот это тоже спиливаем прекрасно и еще так нижние балки или как там кубики блоки назвать как хотите так малый малый конвейер ставим его сюда и и ставим также поршень сейчас мы с вами все это дело настроим и посмотрим как она будет в действительности работать может быть даже и не надо этим делом заниматься и заморачиваться ну я хочу все-таки оптимизировать корабль сделать его необычным все-таки играть без инженерс это ребята непростая игра это обалденная игра просто невероятная так слан лампочку спилили давайте вот здесь вот тоже так распилим все мы это дело высвободили теперь осталось несколько буров прикупить себе поставить так 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 1 2 3 4 5 6 6 буров возможно что нам придется сделать так ну не знаю как это будет выглядеть мне кажется брус слишком большие для этого дела но вот так вот потом раз поршень выдвинулся и он такой раскопает ну ладно мне кажется не стоит делать буры в в другие стороны я думаю мы можем чуть-чуть хитрее сделать так у нас ресурсов очень много он давайте пока что суда конвейер поставим хотя нет давайте бур прям поставим сюда так как он будет происходить у нас то есть по бокам да по бокам по бокам по бокам ну он по-любому нас будет крутиться поэтому мы им поставим вот так вот так нажимаем ты чтобы она у нас автоматически не крутила не вертела все мы их подключить друг другу вот типа поршена хотят стоп я забыл кое-что сделать подожди я ребята все будет чики-поки сюда поставим конечно же улучшенный ротор ухты ёптать какую здорово подожди стоп подожди братан ты не тот чувак которую я хотел взять подожди неужели ротора другого нету а маленького ротор есть о нет оу здесь есть не есть хорошо ребятю ли вот она чё а я-то думал что можно поставить на ротор и чтобы этот ротор крутил а касса нифига подожди а может быть просто ротор детали лучше на ротора часть ротора ну-ка чё такую часть ротора и детали лучше на ротор нет 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 так подожди а маленькие блоки маленькие блоки ротор 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 двигатель может поставить а и улучшил ротор не ротор смотрите маленькие блоки он нифига короче ротору нужно нужно знаете что сделать получается нужно дорогие друзья заморочиться а может двигатель а а двигатель у нас встает но двигатель у нас встает но конвейер не подключается к нему вот оно чё то есть двигатель мы встает здесь да только конвер Academia подключается а может быть часть ротора теперь часть ротора часть конвейер вот так вот и вот так вот так часть роторы у нас получается здесь эти чес маленького конвера здесь нет это нет это чета у нас походу отменяется у нас ребятки ли отменяется все это дело единственное труба упала единственное мы можем ладно, давайте сейчас пилим детали потом подберем как они разлетаются-то у нас тут гравитация работает гравитационный шнягу поставил слушайте ентель вообще не есть хорошо надо как-то конвейер тогда поставить ну давайте попробуем сейчас просто тупо тупо попробуем ага конвейер в эту сторону нет, что-то с конвейером у него просто нифигаси короче, нужно все-таки из больших блоков делать буры и чтобы вообще не мотаться, ничего не делать так, ну часть часть ротора вот так вот она выглядит типа хи-хи-хи-хи твою налево короче, я проверял оказывается, конвертная система работает между простым двигателем да, ребят, конвертная система оказывается реально работает я думал, она не работает поэтому можно поставить это реально сделать короче, вот так вот пилим все делаем, валим жарим и так далее все, мы поставили мотор я надеюсь, этот мотор выдержит наши огромные буры и на моторе поставим еще один конвейер да, да, нет, нет да, да, можно в принципе поставить конвейер хотя можно в принципе конвейер не ставить и уже на этот конвейер давайте лучше поставим конвейер, да мы сделаем нам надо выдвинуть, да, чуть-чуть кажется вперед или нет нет, не надо в принципе нормально один, два три три шняги варим, жарим угу отлично вот так вот теперь у нас будет бур выглядит можно в принципе в одну сторону либо в другую я не знаю, как этот мотор будет работать он вообще затащит катку, не затащит столько-то буров-то ему придется вертеть-то, крутить-то, а я твой бур вертель, да так здесь сделаем вот так вот ага здесь я неправильно сделал нам надо их конвейер в системе подключать обязательно так хорошо выбираем буры так как у нас мод стоит то, что вот easy inventory, кажется, да, называется правой кнопкой нажимаем на этот чтобы он брал нужные ресурсы и так далее так, где наш корабль вот он наш кораблик давай, брателло делай 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 так три здесь, три там ну, в принципе мы можем еще здесь строчку поставить для полного кайфа походу он здесь не поставит придется нам еще один вот так вот конвейер сделать и уже на конвейер насадить его прям насадить чипуль два три почему он там не пошел здесь пошел подожди стоп а, да, но они друг другу мешают походу, да сейчас посмотрим, как это будет работать в практике я не уверен, что он будет прям нормально курить потому что, ну, блин, на один двигатель столько этих шняк мы воткнули слушайте все-таки все-таки я, наверное, сейчас кое-что поменяю раз мы уж сюда поставили чтобы равномерно все было нам надо еще здесь малый конвейер поставить боже что это за звук такой слышали, да? это жесткий звук это очень, нам она жесткий звук, ребята так, ладно иди ко мне хорошо сейчас мы еще раз сделаем эту штуку вот сюда и сюда так, три там здесь здесь тоже три сейчас будет крутиться вертиться ребята сейчас мы такой Вася сделаем жизнь просто вы просто в шоке будете вы будете в шоке так, пилим далее далее сделаем еще здесь конвейер не знаю на конвейерную систему она вообще будет нормально крутиться не будет я надеюсь, что будет я на это действительно искренне надеюсь просто пошлить не будем он нам не нужен один два два не пошел давай еще раз два три три пошел варим я не уверен что двигатель затачит он поход застревать будет у нас хотя вполне вероятно здесь мы мощность двигателя можем увеличить в настройках сложные механизмы они далеко не сложные если честно если в них разобраться на первый взгляд конечно такие сложные думаешь это что такое я когда начал интересоваться в этом все окажется просто просто нужно понять алгоритм работа и все и все будет чики-поки я надеюсь все-таки конвертная система здесь у нас работает ну что ж давайте посмотрим залезем в кабину попытаемся настроить это дело ну а что так прикольно от первого лица вообще классно сейчас она должна крутиться только настрой так ищем двигатель двигатель вот он кстати смотрим здесь у нас реверс мы можем его открепить то есть конвертную систему я так понимаю можно открепить тормозной момент сделаем как есть скорость видите он крутится нифига у меня у нас корабляшка начинает крутиться нет в принципе нормально крутится мы можем вот такую скорость поставить прикольно ладно правая кнопка нажимаем так нижний пробел что такое неограничено 26 градусов 360 градусов то есть он 360 градусов крутится тихий угол смотрите видите какой угол получается так хорошо верхний пробел тоже делаем неограниченно смещение ротора вперед назад то есть это он вперед и назад смещается крутящийся момент вращающий момент а это сила походу вращающего момента скорость вернее ну сила то есть вот это самое сильное это у нас 448 киломен короче поправьте мне в комментариях что это такое так я понял прикольно да ребят смотри какая обалденно работает смотрите сейчас мы сделаем следующее мы выберем нажимаем G выберем двигатель двигатели мы кстати можем через таймер все это дело пустить но там и программированный блок тоже так ладно двигатель мы выбираем вот сюда увеличить скорость так так правильно это дело убираем это дело убираем потом поставим и дальше делаем уменьшить скорость уменьшить скорость да 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 так также буры в принципе бур мы можем поставить вот сюда и правой кнопкой мыши либо либо левой кнопкой мыши то есть правой Левая кнопка, может, ты буришь, правая кнопка, может, ты буришь, но ты не добываешь. Просто тупо пробуриваешь себе тоннель. Вот, а это вот так вот. Ну ладно, это, в принципе, нормально, но я люблю делать, делать вот следующим образом. Смотрите, ребята, нажимаем К. Выбираем все буры. У нас их херва туча. Буры. Сохраняем их в вкладке. Так, нажимаем G. Группы. Вот они буры. И включить-выключить. Все. Все, вот так вот теперь мы включаем, мы выключаем. В принципе, у меня без разницы еще бурить. Самое главное, чтобы он бурил, да? Так, например, мы начинаем бурить и включаем двигатель. В эту сторону, либо в эту сторону. Слушайте, а мне нравится. Даже физика так работает, что реально двигатель крутит наш корабль, ребята. Так, на корабле мы с вами кое-что убрали. Я думаю, надо добавить еще пару буров, а? Как вы думаете, на счет этого? Раз движки тащат каточку, ребята. Надо еще пару буров добавить. Просто жесть. Вы представляете, сколько тут контента, ребят? Сколько вас контента тут ожидает? Это просто горебаная жесть. Так. Сейчас мы такие буры будем ваще себя делать, пробуривать. Это бур-убийца астероидов. Пожиратель астероидов. Не, реально, механизм здесь прикольный. Инженерия здесь просто невероятная. Физика обалденная. Так. Мы, кстати, ускоритель еще убрали. Нам надо будет ускоритель еще добавить. Даже, мне кажется, пару больших ускорителей вперед-назад. Чтобы было все нормально. Так, ускорители. Малые ускорители. Давай, малые ускорители. Что ты большое мне выбираешь? Так, и вот такой большой ускоритель. О, ёптать! Нифига, он там набрал. Что-то нехер в эту тучу набрал, да? Так, хорошо. Варим, жарим. Так. Сварил. Здесь у нас сварил. Здесь у нас готово. Здесь у нас готово. Все. Все работает. Все прекрасно. А теперь нам надо сделать ускорители. Два ускорителя. Слушайте, он слишком большой стал какой-то, да, ускоритель у нас? Чипуль. Чтобы тормозить мы могли с вами, да? Я надеюсь, он палить не будет, наши буры. Я надеюсь на это. Хотя не факт. Хотя может спалить его. Так. Два больших ускорителя мы, короче, наперед поставили. Вот так вот это будет дело выглядеть теперь. Можно не бояться. То есть, когда ты буришь, у тебя площадь хорошая. То есть, ты можешь потом вполне нормально разворачиваться. Кстати, мы могли бы еще поршень поставить, да? Чтобы он выдвигал бур там, да, и так далее. Ну, зачем? Не нужно. Самое главное, что это все дело работает. И довольно хорошо работать. Мы можем даже броню поставить, какой-нибудь тяжелый. Здесь, 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 чтобы это... Ну, ладно. Самое главное, чтобы не все это дело не сломалось у нас, ребята. Давайте выберем цвет, какой-нибудь темный. Вот так вот сделаем. Темный цвет, ребята. Все? А что у нас эти ускорители-то? Эй. Вася. А-а-а. Он только двиг... Понял. Хорошо. Он только до двигателя покрасил. После двигателя он ни хера не красил. Теперь у меня самый главный вопрос. Конверт с тем, все-таки работает двигатель или нет? Ну, чтобы проверить, надо реально проверить самому. Погнали. Ммм. Давайте железо покопаем. В принципе, далеко ехать не надо. Вот здесь, пожалуйста. Все у нас готово. У нас даже все есть, ребята. Сейчас самое главное, чтобы эти двигатели тащили, когда ты начинаешь бурить. И, насколько я помню, у меня в сортировщике стоял лед. Сортировщик стоял лед. Так. Ну, давайте их отключим. Чтобы он, типа, лед бурил, а больше ничего не бурил. Ну, что, включаем. Прожектор я забыл в блин поставить. Что у нас там с прожекторами? Так, прожектор. Вась. Прожектор. Ну, в принципе, много не надо для прожекторов. Чипуль. Чипуль. Вот так вот, три прожектора. В принципе, пусть горят. Ой, ёпта. Чё, меня бурый чуть не убили, ребята. Жест. Просто надо было их выключить. Ладно, пусть. Ладно, пусть работает. В принципе, два прожектора хоры. Нормально. Так. И включаем двигатель. Можно вот в эту сторону. Можно вот в эту сторону. Давай сначала начнем бурить. Начнем бурить. Это, ребята, еще капля в море. То, что я вам показываю, возможности данной игры. То есть, ты можешь, ну реально, ты можешь трап целый сделать. Там, например, сел на планету. Корабль только, знаешь, и так включил кнопку. Раздвигается трап такой, да, и ты такой, вылетаешь на своем маленьком корабле. Или там на ровере. Даже такое можно делать. Так, бурим. Включаю. А, корабль у нас, короче. Короче, у нас корабль. А, знаете что, надо боковые двигатели, мне кажется. Короче, корабль, блин, ну вы видите. Может даже и не, и, и ничего не говорит. Короче, у меня корабль двигается. Они, они буры. Нужно, боковые двигатели, видите, они не справляются. Они не справляются, боковые двигатели. Хотя, возможно, какая-то настройка есть, которая будет предотвращать все это дело. Может быть, гаситель отключим? Ага, еще хуже становится. Да, да. Это жесть просто. Дело в том, что вес буров, он намного тяжелее, чем этот корабль сам. И поэтому такая баханалия происходит. Хотя мы можем надавить. Ха-ха-ха, ё-моё. Нужно как-то делать. Может быть, какая-то реальная настройка есть, которая даст нам преимущество в этом деле. Нет, ребята, мне кажется, все-таки прошлый бур с простыми статичными бурами намного интереснее. И легче, чем просто крутиться вокруг своей оси, как планета. Ёптать. Ой, блин. Жесть. Просто жизнь. Это гребанная жизнь. Если вот так вот нажимать вправо, то, возможно, что-то будет. Нет, мне кажется, это канает только на планетах, где есть гравитация. Вне гравитации это реализовать сложно. Даже где есть гравитация, тоже реализовать сложно. Ну ладно, эксперимент, конечно, не удался. Ну, я надеюсь, вам понятно, да? То есть алгоритм этих двигателей, роторов, улучшенных роторов. Улучшенный ротор это, типа, большой такой, можно ставить там, еще что-то делать. Ну, пожалуй, я, наверное, поменяю эти буры. Сделаю, как прежде. Хорошо, что я поставил, сохранился заранее, чтобы потом не переделывать. Потому что многие писали, а вот ты, ну, бас, там ты мог поставить крутячийся вот это дело и не париться. Ну, вот, пожалуйста, ребят, смотрите, я не парюсь. Дело в том, что мой корабль легче, поэтому он крутит его. То есть двигатель. Хотя, может быть, в настройках что-то есть. Ну-ка, давай посмотрим. Двигатель. Посмотрим в настройках, что у нас есть. Так, это что? Я не знаю, что. Вот это. Вот это я не знаю, что нажал. Ну-ка, остановим. Отходим. У нас, короче... Я не знаю, что это такое. Братан, остановись, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так. Двигатель. Не туда. Двигатель. Теперь смотрим. Вот это убираем. Лок ротор. Может быть, лок надо зафиксировать? А, нет. Зафиксировать не получится. Он, типа, его останавливает. Правильно, правильно. Сейчас он его будет крутить. Теперь скорость у нас получается. То есть он... Он крутит нас. Так, ниже предел. 300 градусов. 300... Это... Смещение ротора. Может быть, вперед его чуть-чуть сместим. Да, он реально... Он нас крутит. Понимаете? Может быть, какая-то хитрость есть. То, что... Чтобы он нас не крутил. Но мне кажется, единственная хитрость, это... Увеличит массу нашего корабля. А ротора... Ну, я имею в виду, второй части. Это вот... Вот эти вот, которые крутятся. Их уменьшить. И все. Да. Как-то так. Не-не-не-не, ребят. Это... Так-так-так-так-так... Не-не-не, ребят. Ну, не в нашем случае. Реально, надо массу увеличивать. Потому что, ну, реально... Физика тут полноценно работает. У меня начинает крутить, вертеть, швырять. Как хочешь, и... И так далее. Ладно, ребят. Это такой был маленький эксперимент. Обязательно. Я, конечно, переделаю все. Сделаю, как прежде. Вот. И... Надеюсь, вам понравилось данное видео прохождение. Вы уж просите, что мы так медленно строим свой корабль. Реально, ребят. Очень много ресурсов приходится копать. Делать это. Я, тем более, играю. Получаю от этого удовольствие. Ну, и снимаю такие отрывочные видео. Надеюсь, вам нравится данное видео прохождение. И... Не переживайте. У нас все будет нормально. Мы скоро построим себе огромный корабль. И я теперь не знаю, как остановить эти гребаные двигатели. Двигатель, остановись, пожалуйста. Двигатели, останавливайтесь, пожалуйста. Ну, давайте лог нажмем. Хрен с ним. Вот так вот. Ух. Ух. Обожаю этот звук. Всем пока. Я пошел строиться дальше. Я буду добивать. Мне очень много пластин нужно. Очень много железа, металла. И все, что связано с тяжелой броней. После того, как я построю корпус, возможно, я запущу запись. И покажу вам, что я собираюсь сделать внутри корабля. Как это будет вся система работает. То есть, у нас там будут отсеки энергетики. Где будут находиться реакторы, конечно же. Также будут отсеки, где будут находиться большие баллоны с водородом. Это водородное топливо для того, чтобы корабль летал. У нас будет и ионный двигатель, и водородный двигатель. Но в основном будет водородный двигатель. И нужно для этих водородных двигателей уйма. 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 Еще раз говорю. Уйма топлива. Поэтому для топлива мы будем тоже выделять место. И все это дело организовать. Возможно, этот корабль я буду строить недели, две, три. Может быть, два, три дня. Не знаю, как это пойдет. В общем, все зависит от того, сколько у меня ресурсов. И сколько у меня нервов хватит на все это дело. У нас, по сути, грандиозный план. И я надеюсь на ваши поддержки в качестве лайков. Всем удачи. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok